Согласно статистике, распространение коронавируса в Беларуси на сегодня зарегистрировано 110 455 случаев заражения COVID-19. Число зараженных выросло на 1098 человек. Болезнь привела к летальному исходу в 1027 случаях, из которых 5 случаев смерти сегодня. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции требует особого подхода, нашей с вами ответственности. Особенно это касается людей пожилого возраста. Сотрудники Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии просят соблюдать все меры профилактики COVID-19, особенно пожилых людей. Не выходить из дома, если в этом нет особой надобности. Для посещения магазинов рекомендуемое время с 10.30 до 12.30. Напоминают также о необходимости использования масок при посещении мест скопления людей в магазинах, общественном транспорте. Тем самым снижается вероятность заражения вирусом. Есть ли ответственность каждого человека, чтобы он носил маски? Естественно. Это я просто сегодня забыла, не думала идти на рынок. Но сейчас закрытое помещение. Спасибо, что вот есть такое. Спасибо. Это очень хорошие дела, все-таки немножко защитит. Обязательно маски в кармане. Только собираюсь ехать в машину, садиться, поэтому снял. А так масочку в кармане будем носить. Обязательно, потому что надо беречь общество, себя беречь. Молодежь не очень серьезно относится к этому. Старшее поколение-то вроде бы так придерживается в магазинах, в транспорте. А вы сами постоянно носите? Да, я постоянно носила. Потому что есть страх, все-таки, да? Ну, я как-то, да, все-таки в возрасте страх. Позаботиться о наиболее уязвимой категории брещан, людях старшего возраста призвал Брестский горосполком. К акции старшему поколению «Забота и защита» первой присоединилась областная общественная организация «Белая Русь». Активисты организации начали сегодня бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты – масок брещанам старшего возраста. Сегодняшнюю акцию мы подготовили тысячу масок. Идет раздача масок возле Грина, магазина Грина – это на Востоке, возле Алми, на юбилейном, на рынке юбилейный, на рынке Лагуна, на Варшавском и вот здесь, на центральном колхозном рынке. Да, я думаю, мы это продолжим. Наши районные организации, городские организации в Брестской, областные организации «Роа Беларусь» также в регионах будут проводить такие акции. Я думаю, и областная организация в последующем мы еще не один раз будем участвовать и проводить эти акции. Мы акцент делали на то, чтобы пожилым людям, то есть те люди, которые находятся в группе риска. Понимаете? И, ну, в основном, видите, мы даже немножко сместили в обеденный период, так, или до обеда точнее, для того, чтобы люди, которые старшего возраста, им предложено посещать массовые такие скопления людей в утренние часы, где немножко меньше концентрации людей. Не забывайте про социальное дистанцирование. Не забывайте о ношении масок. Мойте руки и используйте дезинфицирующие средства. Солидарность – это один из методов дать отпор пандемии.